всем огромный привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами готовим очень витаминный салат из корнеплодов салат получился фантастически вкусным полезным рекомендуем проверено лично малышками оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить вкуснейший витаминный салат из корнеплодов мы начинаем итак друзья сегодня готовим вкуснейший салат из корнеплодов нам потребуется полтора килограмма корнеплодов здесь у меня примерно 500 грамм моркови 500 грамм свеклы и 500 грамм сельдерея все измеряется в очищенном виде то есть здесь соответственно у меня чуть чуть больше также нам потребует 120 грамм грецких орехов зелень по вкусу у меня здесь примерно 50 грамм петрушки 4 таких добрых хороших зубчика чеснока чайная ложка кумина или зиры 3 чайной ложки черного перца 2 чайные ложки кориандра молотого сушеного соль по вкусу 2 столовые ложки сахара 60 миллилитров или 4 столовые ложки яблочного уксуса 200 миллилитров растительного масла для начала нам необходимо почистить все корнеплоды но и смотрите друзья морковку я чищу следующим образом срезаю несъедобную часть и надрезаю вот такую вот юбочку чтобы в дальнейшем мне было легко при помощи экономки чистить морковь срезаю снизу а дальше все просто смотрите как легко и быстро получается экономкой почистить морковь вот таким образом полностью очищаем все корнеплоды свеклу чищу точно также сначала надрезаю шляпку затем надрезаю юбочку вот так снизу тоже отрезаем хвостик а дальше при помощи экономки продолжаю чистить свеклу таким образом поступаю со второй морковкой и точно также поступаю со сельдереем что касается сельдерея все вот эти изъяны все 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 нам нужно будет с вами очистить сельдерей даже удобнее чистить при помощи ножа и так друзья корнеплоды я все очистила хорошо промыла дальше берем станок для нарезания корейской моркови и все корнеплоды пропускаем через этот станок у нас с вами получается вот такая вот соломка посмотрите точно такая же соломка у нас будет с вами из свеклы посмотрите и точно также натираем морковку таким образом друзья нарезаю полностью все овощи затем покажу что делать дальше все друзья корнеплоды я все натерла вот такие вот классные соломки у меня получились пока убираю в сторону чуть позже мы к ним вернемся ну а пока беру сковороду и сотейник сковороду отправляю грецкие орехи в сотейник растительное масло 200 миллилитров растительного масла накаляем до образования легкой дымки грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде и так друзья орехи я обжарила выкладываем теперь на доску и будем их нарезать шкурки которые отлетели в процессе обжаривания стараемся оставить на сковороде масло я пока не ставила масло нам кипящая пригодится чуть позже все сковороду убираем пусть она остынет потом мы ее в мойку отправим что касается орехов мы их просто нарезаем вот так аккуратно как получится 2-3 миллиметра наша задача их измельчить не совсем в порошок поэтому мы не пользуемся блендером так чтобы они чувствовались вот таким образом нарезаем орехи все друзья орехи я нарезала отправляем их к нашим корнеплодом пока в сторону далее у нас на очереди зелень зелень просто мелко нарезаем зелень я тоже нарезала небольшое количество зелени я оставлю для подачи когда уже салат будем непосредственно сервировать и подавать к столу все остальное также отправляю к нашим корнеплодом далее друзья как я уже сказала нагреваем растительное масло до легкой дымки тем временем пока у нас нагревается масло зелень мы прячем вот так вниз корнеплоды поднимаем наверх и отправляем сюда наши специи соль учитывая количество ингредиентов я положу полторы чайные ложки 2 столовые ложки сахара 4 добрых зубчика чеснока треть чайной ложки черного перца чайная ложка зиры 2 чайные ложки кориандра все засыпаю по центру как видите 4 столовые ложки яблочного уксуса по краям заливаем и ждем когда у нас прогреется масло все друзья прогрела я растительное масло до легкой дымки и теперь в центр где специи заливаю маслом далее аккуратно учитывая что масло у нас горяченое все хорошо перемешиваем коренья холодное масло горячее и когда вот так аккуратно перемешиваешь получается уже не так горячо все хорошо аккуратно перемешиваем ну что друзья посмотрите вот такой аппетитный замечательный салатик у нас с вами получился салату необходимо дать настояться хотя бы пару часов лучше конечно на ночь берем контейнер помещаем салат в контейнер и хорошо вот так утрамбовываем все друзья вот так хорошенько я утрамбовала в контейнер наш салатик вот такое количество у нас получилось далее закрываем крышкой и отправляем холодильник минимум на два часа а лучше на ночь чуть позже выложу все это на тарелку и покажу еще раз какая красота и вкуснота у меня получилось и так друзья вы только посмотрите вот такая красота у нас получилось спустя сутки посмотрите как все пропиталось все стало более менее ровным цветом далее что мы делаем далее мы посыпаем сверху все это дело зеленью для красоты вот так и подаем к столу нам с алексеем не терпится уже попробовать эту вкуснятина на нашем мог банк канале куда мы вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова